Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, ведущий Олег Бурылов. В непризнанной республике Нагорный Карабах разгорается очередной военный конфликт. Сейчас в нем участвуют уже три страны. Азербайджан, Армения и сам Нагорный Карабах. Решением правительства Армении в республике объявлено военное положение и также объявлена мобилизация. Ранее в воскресенье военное положение и мобилизацию объявила непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Жители Карабаха укрываются в убежищах. Омбудсмен Нагорного Карабаха призвал население сохранять спокойствие и осторожность. В воскресенье утром премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на Нагорный Карабах со стороны Азербайджана. Пресс-секретарь Минобороны Республики Шушан Степанян заявил, что в ходе боев в Карабахе уничтожены два вертолета и три беспилотника азербайджанских вооруженных сил. Министерство обороны Армении распространило видео уничтожения трех азербайджанских танков. Чуть позже пресс-служба Минобороны непризнанного Нагорного Карабаха сообщила, что армянские силы уничтожили четыре вертолета и 15 беспилотников, а также десять танков и боевых машин пехоты вооруженных сил Азербайджана. Потери армии обороны Нагорно-Карабахской республики уточняются, добавили в ведомстве. Об эскалации Карабахского конфликта стало известно в воскресенье утром. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении, в результате которого погибли военные и мирные жители. Напомню, что Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана были захвачены сепаратистами и объявлены независимыми в ходе вооруженного конфликта 1988-1994 годов. Тогда с обеих сторон погибли не менее 30 тысяч человек и сотни тысяч человек стали беженцами. Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику стороной конфликта и отказывается в весне с ней переговоры. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года. Нинская группа ОБСЕ, созданная в 1992 году, посредничает в налаживании переговоров о мирном урегулировании конфликта. В группу входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателем группы являются Россия, Франция и США. Последние месяцы столкновения между вооруженными силами двух государств стали более интенсивными. Поступают сообщения о раненых и убитых мирных жителях и военных с обеих сторон. Президент Азербайджана заявил о решимости покончить с проблемой Карабаха. Вот что он заявил дословно. «Я много раз говорил и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана». Это заявил президент Азербайджана Алиев. Вот еще его слова. «Я неоднократно говорил, что нам не нужно неполное решение этого вопроса, этого конфликта. Мы на своей земле, нам не нужны земли других стран, но свою землю мы никому не отдадим. Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создание второго так называемого армянского государства на азербайджанской земле. Мы никогда этого не допустим и сегодняшние события это снова показывают», добавил Алиев. «Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан объявил войну армянскому народу и призвал международное сообщество не дать Турции вмешаться в конфликт. «Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для беспокоенности. Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов», – сказал Пашинян, обращаясь к нации. «Турция уже заявила о поддержке Азербайджана. Анкара поддерживает Баку и осуждает последние действия Армении в Азербайджане. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировала, что выступают против мира и стабильности. Международное сообщество должно немедленно прекратить эти опасные провокации». Вот что заявил пресс-секретарь правящей партией справедливости и развития Турции Омер Челик. «Турция поддерживает Азербайджан. Армения играет с огнем и угрожает миру в регионе. Эти атаки еще раз показали, что Армения не признает международное право. Международное сообщество должно осудить Армении», – написал Челик в Твиттер. В воскресенье рано утром Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. По данным оборонного ведомства, есть убитые и раненые среди гражданского населения. Министерство обороны Армении опровергло ранее вышедшую информацию о том, что Азербайджан захватил несколько населенных пунктов в ходе наступательной операции, которую почему-то Азербайджан называет «контор наступательной операции». Азербайджан рано утром заявил, что они захватили около 7 населенных пунктов, но Министерство обороны Армении опровергает эти данные. Вот что заявили Министерство обороны Армении. «Сообщение Министерства обороны Азербайджана о захвате 6 населенных пунктов не соответствует действительности. Данное сообщение является информационной провокацией», – заявила журналистом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. «Ситуация на границе контролируемая. Заявление Азербайджанской стороны о прорыве линии обороны и захвате населенных пунктов является абсолютной ложью», – сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Пагасян. Друзья, анализируя все эти данные, я хочу сделать вывод, что, ну это мое личное мнение, вы можете согласиться с ним или не согласиться, я хочу высказать свое личное мнение. Я считаю, что все эти слова, заявленные президентом Армении Алиевым, о том, что они хотят, так скажем, восстановить свою страну, не дать образоваться новому армянскому государству, что якобы их Армения обстреляла в воскресенье рано утром. Похоже, вот все это говорит о том, что действительно Азербайджан является инициатором этого конфликта. Турция поддерживает Азербайджан, я думаю, потому что, ну, обе эти страны являются мусульманскими. Армения, как вам известно, является православной страной. То есть тут и, по сути, национальный конфликт, еще и религиозный. Я считаю, что международное сообщество должно очень внимательно отнестись к этому конфликту, не позволить ему перерасти в кризис международного масштаба. Если страны начнут, другие страны начнут подключаться к этому конфликту, участвовать в нем, то мы можем с вами стать свидетелями и участниками Третьей мировой войны. Это мое личное мнение. А, безусловно, вот все эти попытки захватить Нагорный Карабах Азербайджаном, безусловно, это все должно пресекаться Армении. Я, конечно, не на чьей стороне, а, так скажем, на нейтральной стороне, но вот я вижу, что мне кажется, что Азербайджан действительно пытается захватить Нагорный Карабах. Он является инициатором конфликта. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Я буду следить за этим конфликтом и держать вас в курсе событий. До свидания.